Всем привет, уважаемые телезрители Ютуба, СК2ТВ ГГ И Твича Продолжаем Что-то на свебку Продолжаем прохождение Ах ты, ёкарный баба Он так и не появился у нас В списке веб-камер По неизведанной мне причине Или я не то воткнул Да, я знаю, почему он не появился в списке Потому что я воткнул не тот провод Я воткнул зарядник от телефона своего От своей моторолки Так, снукась О, пошла картинка Ну, второй пилот у нас сейчас тут Как бы решил перекус небольшой сделать Стоп, сейчас мы ему С наклеем Забыл Тут была такая отметка Такая вот Да-да-да Полазит из своего логова Нам тут сейчас воевать предстоит С пиратиками Что ж там не получается Здесь продряю эту бумажку То есть не бумажка, а табличка егошняя Где написано, что это Его Рубка Второго пилота Вам видно, нет, что там написано Космофлот Скунс То есть Космофрегат Скунс Что там уронил я? Флешка упала, беспал, бестолковая Перевезть буду в другом месте Вернуть Собирать 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 Шам Смотри, что я тебе притаранил О! А теперь Пилот Второй пилот рук в торопе вот так поправим маленько на прицел так сделаем ой чересчур сильно поправил да ёпросто теперь еще и провод мешается вот так вот можете поставить ну-ка так и расставим пусть пока так сейчас я проверю как это выглядит на стриме выглядит ли вообще как-нибудь это что-то не там проверяю по-моему нужно зайти ну вроде как некоторые тексты читаются хорошо так мы его оставим пока что полетели дальше здесь здесь нас больше ничто не держит мы купили себе десант и ракеты нас ждут нас ждут корабли плутархов торговые торговцы с туго набитыми кошельками это все наше и они нас там ждут и не дождутся как из печки пирога нас ждут поэтому должны прийти и забрать их у них и кошельки и корабли и прогнать с самыми тряпками этих плутархов с нашей с нашей родины альбион с альбион система альбион и мы там сами поселимся построим а там огромную огромную базу станцию и будем производить там обшивки и реакторы будем производить ядерные вот кстати второй пилот с нами полностью согласен да кеша я могу рассказать небольшую историю про нашего второго пилота а на самом деле он не попугай он только выглядит на попу как попугай на самом деле это инопланетянин и он будучи асом в этих инопланетных делах обучает меня то есть он как бы инструктирует как надо все это делать там как нужно вести бизнес в космосе и вот он сейчас как раз на своем попугайном языке говорит о том что лети говорит прямо потом налево потом еще раз прямо и игре что у второго у второго астероида надо свернуть направо вот он все это не рассказывает тонкости объясняет различные там как можно вести бой под каким углом там тангажом заезжать наезжать на плутарх вот и он по моему сейчас чем-то недоволен говорит что ты медленно летишь и говорит что ты как бы давно уже надо быть там надрать им всем зад отобрать кошельки их нет и в этих толстосумов но мы как бы можем все что можем мы делаем вот видите попутан попутчиков у нас нет зацепиться не за кого вообще мы летим туда хоть и там летим потому что впереди какая-то звезда опять красная желтая и это не звезда нет это звезда мы обратно что ли полетели не пугает это меня надеюсь что я лечу сейчас сейчас мы откроем карту и сверимся альбионский кстати нам скоро выходить надо уже готово молоды вышли стоп паровой поток что мы тут делаем объясните мне мне не нужен паровой поток ох ты дышь я не туда приехал мне нужно было блин я не туда поехал вообще я такой длинный круг сейчас столь нарезал получается мне же надо было вниз в хрусталь ну хорошо продолжим раз уж мы вот почему он ругается то и говорит что ты типа долго потому что мы то поехали в объезд но мы слоу поки и нубасы поэтому кеша то кеша виднее на самом деле у него имя то не кеша совсем он как там я забыл извини твое имя он тфрк в 756 10800 у него имя такое и чтоб как бы не мучиться вот с этим вот произношением просто я решил его назвать кешей ну я его так называю на самом деле он думает что я его называю там мистер какой то ну как бы обращение там какого сока покинуть магистрал через 10 собственно покинем вот такая вот история с кешей и вот он опять что то там нам подсказывает он нас подбадривает он говорит что все нормально не стоит меня расстраиваться и все у меня получится как бы все через это проходили но он говорит что он через это не проходил он сразу стал очень крутым пилотом в отличие от таких от от слова поков вроде меня ну он как бы немножко резкий ну закаленный он боями поэтому такие высказывания у него в мой адрес такие очень покинуть магистральную нужно ой 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 синенькая магистраль оооо это щас вообще долгий короче перелет будет это между между зонами как называется эта штука не зону даже сектора сектор да сейчас мы полетим у вас сектор огненный властелин сейчас мы полетим в тусклый хрусталь сейчас мы через это синие ворота Вперед нас ждет тусклый хрусталь. Да, у нас есть тусклый хрусталь. Так-так-так, ты мне нужен. Давай, поможет он нам быстрее преодолеть это расстояние. Мы будем любоваться его задней кормой. Его корабля космического. Какие-то значки. Мерседес. Мне кажется, вот на него нарисован. Понтовый тип. Какой-нибудь крутой бизнесмен. Что, он в меня стреляет, что ли? Я не пойму, что за лучи такие пошли в мою сторону. Лови плюс за... Привет, Крио 2. Спасибо за плюс. Да, X. Очень клевая игра, мне нравится. Жалко, что ее выпустили. Кривовато немножко. С галюками и... Честно говоря, непонятно, что здесь надо делать в этой игре. Вот я только миссию прохожу. Я хочу попробовать построить станцию, но... В меня кто-то стреляет? Что-то мигнуло что-то вокруг меня. Мне показалось. Я хочу построить станцию, но я пока не знаю, как с чего начать. Я только делал станцию миссионную. По миссии. То, что полагается. Я думаю, мне придется все-таки строить свою станцию, чтобы производить реакторы там, ядерные всякие штуки. По крайней мере, можно попробовать это начать делать, но для этого нужны деньги. А... Так, что я такое медленно, кстати говоря? Деньги, они только за... Ну, нужно продать, в общем, корабль. На абордаж этих. Либо заниматься торговлей нужно. Как бешеные там... Кроли как бы скакать. Либо... Либо, либо, вот, будем заниматься абордажем. Это, по-моему, быстрее будет. Чем если мы будем торговать... Там, каким-нибудь... Космо-табаком. В разных станциях. Играл я раньше в третий X. Очень прикольно было. Единственное, я там никуда не продвинулся. Но... Тоже летал, 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 летал. И так ничего и не добился. Так и остался... Каким-то простым торгашом. То есть, с мелкими сделками. И вот. Я так долго в нее играл. Ну, то есть, с большими перерывами. Что аж вышла вот эта вот новая X Rebirth. И я решил в эту игру поиграть. И тоже, вот, как видите, вот я... То есть, как-то все слоупочно получается постоянно, что... Скоро, наверное, выйдет уже какая-нибудь другая версия X-ов. А я все еще буду X Rebirth играть. Потому что я играю вот эту миссию. Я прохожу с самого начала... Там на Ютубе у меня есть записи. С самых первых, самых супер глючных версий еще. Прохожу и все никак не пройду. О, астероид. Далее его можно разбомбить, я думаю. Мы не будем этого делать. Сейчас мы сохранимся здесь. Сейчас я остановлюсь тут и сохранюсь. Потому что... Потому что будут... Сейчас будут, скорее всего, жертвы. Вот, закаленную броню запишу. Перезапишу. Поехали. Такие красивые ворота, они прям аж завораживают. Прям гипноз такой. Маааау, я ухожу в транс. В соседнюю галактику. Все, перенесся в транс. Так, вот здесь вот уже всякие начинаются... Неприятности. Вот этот корабль, который здесь висит... Так много, я его, не знаю... Три раза, по-моему, как минимум, пытался взять на абордаж. И все, это было безуспешно. Никак я не мог его взять на абордаж. Никак. Вообще никак. Поэтому я собираю сейчас суперкоманду. И с помощью этой суперкоманды сейчас попытаюсь его еще раз взять на абордаж. Что-то я тут так долго летал и искал эти корабли, что решил напасть сразу на военный корабль. Потому что... Сейчас я буду еще столько же летать искать торговый корабль. И что-то меня это... О, так это и есть торговый тяжелый су... Нет, не торговый. Это что у нас... Тяжелый су... Это военный. В общем, жму F5. Сохраненку и... И полетели, наверное, сейчас я... Так... Где у нас... Дуа Троян... Перехватчик... Вот. Ре... Ренегат. Мне нужен Ренегат. Мы сейчас будем делать... Знаете что? Мы сейчас будем делать из него шашлык-машлык. Будем вешать на него сейчас мины. Взрывать как только можем, где только можем со всех сторон. Вообще. Там 50 мин, по-моему, я могу повесить. И я хочу их все повесить. Чтоб он никогда не вычинился вообще. Особенно вот взорвать хочу вот эти вот... Откуда мелкие всякие штуки выпрыгивают. Нажмите Space, чтобы... Escape, чтобы покинуть дрона. Я не хочу покидать дрона. Я сейчас наоборот... Вот все взорву здесь. Нафиг. О, ничего, у него такой длинный этот... Сразу две. Вот я что-то не видел такого. Это они переработали так что ли? Это вообще круто. Вот этого я не... Вот этого, кстати, раньше не было, по-моему. То есть у него отсек был мелкий, а сейчас он такой огромный стал. Какие-то вентиляторы здесь добавили. Колхозные. Замы... Здорово-здорово. Ничего не скажешь. Очень прикольно. Наши матери... Замы... Сейчас надо навешать ему этих штучек. И сверху тоже. Тут у него много разной ерунды. Вот этой вот, вроде вот этой вот. Да. Вот эта вот турелька тоже. На, держи. Подарочек. От папочки. Так, антенна, не знаю для чего. Бутафор какая-то. Бутафория. Не будем антенну трогать. Так, еще один щит. На него тоже вешаем хрень. Так, турелькам по одной раздадим. Так, стоп, чуть кончилось, что-то может. Хорошо. Деременькая штучка замигалась. Что-то много у него, их тут. Этих разных штучек. Как бы не пришлось его потом вычинивать каким-то образом. Если, конечно, захвачу вообще. До этого я сколько пробовал захватить, это капец был полный. Это невозможно было захватить его. Что ж, попытка не пытка. В шестой или какой там четвертый раз. Будем пытаться его взять. Второй пилот помог бы мне. Он ушел к себе. Ровно уехал. Он будет оттуда. Он, походу, пошел в клетку, чтобы его не обрызгало. Здесь, этим взрывом. Кровью, чтобы... Да, Кеша? Ты ушел туда, чтобы тебя не забрызгало? Да, сейчас тут полетят и кишки, и кровь, и все, сейчас будет зас... Этот корабль разнесет в щепки. Так, что это висит тут? Какой-то обломок, я смотрю. Там какой-то торговый, что ли, корабль висит. А, это, наверное, наши. Синенький. Так, это у нас... А, мы заминировали. Следующий вот этот хрен идет. Готово. Что происходит? Кто-то стрельнул? Или там музыка такая? Так, у нас осталось только два заряда. О-о-о. Я так понял, что эта штука вообще отсюда никуда не летит и не улетит и не хочет летать. Она просто стоит и убивает всех, кто мимо него проходит. Как большой зверь, короче говоря. Дайте, мол, сюда закрепим. И снизу еще этот, как его... Ну, который далеко заставляет его летать. Гипертоннель, гипердвигатель. Что-то вроде того. По-моему, где-то вот тут у него гипердвигатель стоит. Вот это вот, скорее всего, это гипердвигатель. Я промазал. А сейчас я делаю что? Сейчас я отлетаю поближе к своему кораблю, нажимаю букву R. И это будет подрыв. Может, не... Либо нет, я сейчас сразу на свой сяду. Чтоб не париться так. И здесь я могу выбрать ракету, кстати говоря, вот тут какую-нибудь... Вот новая, у меня нет ни одной ракеты. И я сейчас могу нажать выстрел из ракеты. И вместо ракеты он рванет. Вот эта вот вся штука. Вот сейчас вот мы выберем, чтобы его на абордаж взять. Нет, пока только информация на меня. Все, поближе подкатим. Эй, куда значок делся? Я хочу взорвать его. Ого! Я испугался, просто думал, что сейчас мины перестанут действовать. Так, теперь я хочу взять его на абордаж. Да что такое-то? На абордаж хочу тебя взять, ты, ракета... Ой, космический корабль. Как тебя взять-то на абордаж? Чё-то не могу грубиться. Вот он, вот он. Сначала проверим. Кого проверять-то надо? Бардаж брать без... И защищай тебя абордажной капсулы. Да, я тут сейчас защищу тебя. Вообще без проблем. Что, что, что? Да я их защищаю. Ооо, смотрите! Такая туча. Первая есть, говорит. Отлично. Ну, конечно, ещё бы. Тут весь корабль просто... Смотрите, что с кораблём происходит. Это жесть. Он даже пукнуть не может. Это вообще... Корабль горит и пылает. Смотрите, весь, полностью. По-моему, он убитый, нет? Сколько там у него жизнью осталось? Ну, мало очень. То есть, у него даже ни дрона не вылетает. Ничего. Самое весёлое, да? Все мои дроны налетят... Уничтожить плазму РТ-туннель. Да, сейчас легко его уничтоживают. Всякую плазму. Чшш, млазму. Где ты тут? Турелька твоя. Не останавливайтесь. Что, кто следующий? Что там надо ещё ему сломать? Не понял. Про чё он там говорит сейчас? Да никого нет. Всех убили мы тут уже всё. Войти в Дуа Троян. Так, стоп, 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 стоп. Мы останавливаем. Сейчас зайдём в Троян. Вот наш Троян. Я вспомнил, что надо здесь делать. Здесь надо очень быстро, быстро, быстро взламывать. Вообще, надо очень быстро это делать. Сейчас мы найдём это место. Если я не успею, мне крындец, короче говоря. Мне просто крындец, если я не успею. Мне надо очень быстро всё это сделать. В тот раз я не успел, и было это печально, потому что мы почти всё захватили, всё сделали. Давай, да не врезайся, пожалуйста. Прошу тебя, не врезайся. Так, вот 16 метров. Взлон. Взлон. Что, взломал? По-моему, взломал. Следующий минут, следующий ищем. Очень быстро здесь нужно действовать. Это у меня в руки постоянно потеют, и джойстик скользит. Смотрите, впереди ещё одна дырка. Ой, это место взлома. Ну давай, пожалуйста. Дострелись, 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 дострелись. Стоп, 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 стоп. Стоп, стоп, стоп. Вперёд, 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 вперёд. Так, быстро F. Взломать. 50 метров. Нет, это не то. Надо ближе, ближе. 50 метров. Так, взлом. Тройка. Ну, должно, в принципе, прокатить. Счётом, что-то тут у нас. 146, это с той стороны. Это надо лететь наружу быстренько. Быстро, 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 быстро. Летим наружу. Давай, быстренько, 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 быстренько. Так, стоп, стоп, останавливаем. 38 метров, отлично. Так, взломаем. Нужно действовать очень быстро, в темпе вальса. Если я сейчас не успею все точки взломать, то, несмотря на то, что у меня очень крутые тут абордажники, это не поможет. Какой-то корабль такой волшебный, он особенный. Ну, это, я так понимаю, по-своему. Может, конечно, я ошибаюсь. Чё-то тут нужно взломать. Не вижу, что-то взломать. Это же моё уже показывает, он зелёненький. Четвёрка. Отлично. Ещё раз чё-то взломать. Так уже всё, корабль уже мой. Чё его взламывать-то? Кстати, в прошлый раз этот... Такого не было. В прошлый раз он был красным у меня. Я не успел всё тут поломать. Что-то мне подсказывает, что уже не стоит тут ломать их. Ещё раз. Чё я туплю? Это зелёный уже, всё, мой. Нажимаем просто Escape. Найти, нанять инженера. Отлично! Есть! Пока не перевезём нового капитана. Надо сохранить срочно. Срочно сохраняемся. Я сделал это! Блин, я захватил этот мега корабль, который... Который никто не мог вообще захватить никогда. Я его раза три, пока вот нормальную команду абордажников не набрал там. А сколько-то... Сколько-то, не помню, сколько. А чё, он починился уже, что ли? В общем, сейчас кто сюда подойдёт, порву... Порву рубаху. За этот корабль. Это вообще офигенный корабль, он очень мощный. Ну вот теперь-то... Теперь-то со мной посмотрим, кто там будет воевать против меня, когда я полечусь за реакторами. За пластинами этими. Обшивки там. И что там ещё? Плутарх. Мне кажется, мне не нужно даже сейчас строить уже никаких... Станций. Мне сейчас достаточно будет вороваться к ним в тыл. Вот с этим огромным тяжёлым сулом. И он просто нагнёт всех. Проверяю, сколько у меня абордажников осталось вообще. Так, собственность 2, да? Собственность. Альбионский скунс. Тяжёлый... А, стоп. Тяжёлый сул. Корабль-застройщик. Ну... Корабль... Так, корабль-застройщик. А-а-а... А мне-то нужен ещё грузовой корабль один. Ну хорошо, мы грузовой корабль тоже отобьём, я думаю. Сейчас посмотрим, сколько у нас... А где у нас пишутся... Кеша. А, Кеша пошёл пообедать. А где у нас пишутся... Эээ... Состояние корабля, что ли? Так, общие сведения, да? Нет. Инженеры нам сейчас нужны. Десантники, да. Вот смотрите, у нас 12 элитных десантников и 30 ветеранов. Это вообще капец какой-то. Представляете, сколько это? Это... 42 десантника, причём таких, что палец в рот не клади. Ну и благодаря тому, что я взорвал все эти побрякушки здесь у него. Сейчас я попытаюсь с ним состыковаться. Так, это делаем вот так. Так, разворачиваемся. Стыковочная мулька. Посмотрим, что у него внутри. Пока я делал два шага, уже система автоматом стыковалась с ним. А вот и капитана нам подобрали. Командир десантников, да? Возвращайтесь на борт, чувак. Да, мы его заберём обратно в наш скунс. Вообще, отличная вылазка вот эта была. Очень хорошая вылазка была. Кстати, у меня мышка опять заработала нормально. Нам тоже здесь капитан, скорее всего, нужен. И инженер, да? Где, как его зовут? Так, что-то я застрял. Как же... Как же это делать? Здесь пусто. Сейчас посмотрим. У меня же в персонале был какой-то инженер. Ааа... Что-то... Инженер для тяжелый СУ. Найти и нанять. Надеюсь, денег-то у меня хватит на инженера. Посмотрим, что у нас там в... Экипаже. Ааа... Не на ту кнопку нажал. Заскочил. А, нет, все, на ту, на ту, все, верно. Вот он наш экипаж. У нас есть лишний пилот. Есть капит... Так, капитан. Командир. Еще капитан. Архитектор. Командир-десантник, я понимаю. Так, ну-ка. Что ты умеешь? Считай, что ничего не... Да, гудбай, я сейчас тебя вообще освобожу от... Хотя нам два капитана нужно. Покажи, что ты умеешь. Вы уволены, нам это не нужно. Капитана, и... Мне... Походу, мне нужно зайти на корабль, потом пригласить туда чувака. Капитана. Вот что мне нужно сделать сейчас. Либо отсюда я могу это сделать. Попробую сейчас сделать отсюда. Так, информация о собственности. Смотрим. Так, вот эта штука, вот дополнительные сведения. Сейчас попробуем на него посадить... Вот управление посадить сюда, попробуем сейчас. Так, а что тут здесь сотрудники мод говорят? Ага-га. А он говорит, что нет, ты... Ты сюда, говорит, не сядешь, не зайдешь, никого не посадишь. Тебе нужно самому лично подойти. И посадить сюда капиташку. Капитошку, капитошку. Так, стоп, вот значок появился. Хорошо, что он появился, я помню в разных... В прошлом версиях был такой баг, когда этот значок не появлялся. Тогда была просто беда. Так, сюда заходим. Выбираем информацию. А, нет, экипаж. Нет. Вызвать удаленно, да, совершенно верно. Вызываем удаленно нашего капитана. Наверное, вызовем вот эту вот Морель. Или нет, давайте мужика выберем. Чтоб он такой суровый, по-моему, здесь все-таки военный. Так, четыре связаться. Работайте здесь, четверг. Окей, сэр, давай. Я являюсь в свою вахту, в свою каюту. Да, вот твоя каюта будет на этом пятачке. Ну, он так, он ушел в свою каюту, короче. Хорошо. Сейчас нам нужен инженер, чтобы починить. И нужен чувак по... По всяким там стреляющим штукам. Как чувак по обороне, что ли, называется он. Я, кстати, когда продавал... А, мне не влезли они. Я же продавал, когда корабль свой торговый. Там все они были в комплекте, были все. И я их уволил. Потому что они не влезли в мой корабль. Пять штук у меня вылазит. Мой скунс. Ну, сейчас, я думаю, найдем мы на этой станции что-нибудь. Опс. Стоять. Банк кока-колы висит в воздухе. Надо его съесть. Детали двигателя. Разбросало этот... Обломки. По всей вселенной. Что за огромный корабль такой? Араун. Ничего себе. Кораблик. Большой. Так, а эта штука должна летать сейчас? Нет. По-моему, она не должна летать. Она просто висит здесь. В любом случае, теперь нет красного. Здесь теперь все синее. Араун висит. Все отлично. И смотрим, где бы нам тут затариться инженером. Здесь вот сейчас должен быть значок. Вот внизу я вижу, что там. Какие-то звуки. Надеюсь, это с песенки звуки. А не сигнал там тревоги какой-нибудь. У нас ничего не разваливается. Все нормально. КР. Это рынок. Это отлично. На рынке больше всего всякой ерунды. Надо, кстати, ракеты включить. Нормально. Так-с. Стыковка. Сейчас мы пойдем, наберемся в команду ремонтника. Это инженер, зовется он в простонародье. Сейчас с нашей супермышкой. Докладыватель рядовой. Так-с, нам нужно что? Нам нужен какой-нибудь чувачок. Я вообще так чувствую, что это из-за того, что он в акронном режиме так лагает. Наверное, в полноэкранном режиме он нормально будет работать, но все. Сейчас попробуем перевести его в полноэкранный режим. Нужно было сохраниться, конечно, что-то я не подумал об этом. А вдруг он сейчас багнет-лагнет. Нет, это не помогло. Не помогло. Сохраняемся, на всякий случай. Кстати, надо сохранить игру еще в дополнительный отдельный слот. Вот сюда вот. Мало ли, перезатру еще. Вот что значит такие кривые на них? Какие-то очки нарисованы. Что это значит от очки? Они еще торгуют какой-то бижутерией китайской или что? ОКНО БЕЗ РАМОК ОКНО БЕЗ РАМОК ОКНО И ПОЛНЫ ЭКРАНЫ Это, по-моему, ангар моего корабля здесь нарисован. А, да. Сохраняем. Сохраняем. Тоже самое. Вообще, как-то вообще все не так. Обратно переводим ОКОННЫЙ БЕЗ РАМОК ИКС РЕБЕРФ Реберф это что-то птицу напоминает. БЕРФ Птица Реберф это, наверное, птица Феникс или что-то вроде этого. Игровые настройки с прицел, уклонение, так, значит, с контролером, да, вот так, управление, управление, так, меню, что-то с этим с контролером, джойстик, джойстик, дэдзон, не знаю, что такое, это интерпретировать. Мышь в пределах окна. А, давайте включим его, может, это поможет. Каким-то образом. Вообще, никак не помогло. Обратно выключим эту мышь в пределах окна. Хорошо, будем, значит, скакать таким образом. Поставщик оборудования, поставщик оборудования. Так, а ты кто? Механик. Спекулянт. Ну, давайте, нам нужно с кем-то побожарить и спросить, где кто живет. Где я могу найти Соискатель? Вот, нам нужен соискатель для крупного корабля. Нужен для крупного, для крупного корабля, да. Капитан, инженер. Ага, инженер. Хорошо, говорит. Вернуться на корабль, да? Нет, нам не подходит такое время. Хелли, давай, возьмите немного зарплаты для меня. На корабле я уже только что был. Зачем мне еще раз туда? Крупный корабль и офицер обороны, посмотрим, что там. Да, опять. Ну, ладно, пошли на корабль. Нас тут прогнали, говорят, что здесь ничего хорошего здесь нет, здесь только одни девушки. Такого неинтеллектуального поведения, так скажем. Кеша. Табличка отвалилась у меня там. Ну, туда лететь надо. Нужно убрать туда эту штуку вообще. Вот так вот, как-то мешается. Второй пилософер не в настроении у нас сегодня, не выступает перед зрителями. Какие-то свои дела там делают. Птичьи. Раса у него такая птица, называется. Из Альфа Центавра они пролетели к нам на крыльях по космосу. От астероида к астероиду скакали и прискакали на планету Земля. Земля. Опять напитки, опять бар. А, до этого был рынок, а сейчас бар, да? Наоборот, по-моему, нас обманули, нас послали, наоборот, к девушкам легкого поведения. Ну, правильно, все наемники у нас где? Здесь. Будем еще вот. А вот у нас сразу работает наведение наше. Надеюсь, он дорого не возьмет, этот чувак. Все, вот. Ох, зачем столько вот этих медалек понавешали на значках? Какие кружочки, буковки непонятные. Какие-то неприличные слова написаны. Подожди, это тоже Р? Вербовщик. Что-то я перепутал. Что происходит здесь? Пропустите меня. А, вот здесь дверь есть. Привет, офицер обороны. Хочу нанять вас. Наемная плата 167. А нам нужен инженер, да? Останется 90 инженера, и я буду за что покупать. Это кто у нас? Лицензи Эль. Ладно, давайте спросим вот у этого. Это, по-моему, добрый человек. Спросим у него, где найти нам инженера. соискательный крупный корабль нам, пожалуйста. Конечно, вернутся на корабль. Опять вы что? Что ты говоришь такое? Механник. Ну-ка, может, ты покажешь мне, где мне найти инженера. Хорошего инженера только надо нам. Да, так и знал, что не надо. Хорошо, сначала возьмем инженера, потом все остальное. Так. Экипаж. Покинуть площадку. Привет, красотка. Ты волосы забыла помыть. Автосохранение. Дай угадать, сейчас опять мы на этот рынок полетим. Нет, смотрите-ка, там еще какой-то... Сколько у них тут баров-то, елки-палки. Там еще один бар какой-то. Здесь, походу, это вообще международный центр здесь, торговли людьми, по ходу дела. Не людьми, а как бы биржи здесь. Получается. То есть вот между этими двумя барами летаешь и нанимаешь людей на работу. Биржа по трудоустройству. Сканк. Ну, скунсер, сканк, окажется. Здравия желаю, рядовой. Докладывайте обстановку. Все тихо? Отлично. Рэйвов не видел? Плутарха не видел. Все хорошо. Так, держать. Здесь мы не пройдем. Ну, зато здесь нормально с этим все. Вы не удивляетесь, что я хожу полубоком, у меня тут какие-то проблемы с мышкой, либо у игры проблемы с мышкой. Да, вот он сидит. Чувак, говорит. Поговорить с инженером. У меня инженер для тяжелой сутки. Так, наверное... Так, хочу вас нанять, тройка. 29 тысяч! Он за копейки нанимается? Да вы что? Конечно, не подведешь еще, б ты подвел меня, я в открытый космос сразу выброшу. Сейчас нам нужен офицер обороны. Вот офицер обороны дорого, что ли. Как-то вернуться на корабль. Ничего подобного. Может, сейчас танцуем, сейчас посмотрим. Давай, поговорим с тобой. Где я могу найти... О, ужас. Лучше бы ты не поворачивалась лицом. Сиди дальше, там клюй. Клюй в стакан, не знаю, соискатель. Крупный корабль, а инженер, там офицер обороны, тройка. Да, я вернусь на корабль как можно быстрее. Потому что тут уже плохо стало. То от лысых баб. То то не бородатый, то лысый. Капец какой-то. Что творится, куда катится мир. Хорошо, что у моей... Я думал, она какая-то страшная, вот моя напарница. Но оказывается, она сама красотка. У нее нет бороды, и это очень сильно радует. Даже то, что у нее грязные волосы, это тоже радует. Потому что только что я видел девушку без волос. Совершенно. Так что спасибо разработчикам. Мне очень сильно повезло с напарницей. Она и с волосами, и без бороды, и все как положено. Так что smoke Drake, и все как вы все думаете. Суббокин, я забыла и все как вы можете Возьмите. Суббокин, я забыла Суббокин... Суббокин... А вот телефончик. Суббокин... Для меня неизбежит. Это Albion Skunk. Продолжение следует. Продолжение следует. Да, я исканка. Здесь что, проход? Да, точно проход. По-моему, здесь уже был однажды. Да-да, я же... А-а-а... Это тот самый чувак, который за 200 с чем-то там... Кусков. Давайте просто с ним потрещим. Сейчас скидки. Не-не, не буду трещать что-то долго. Я, наверное, не дождусь пока... Пока пройдет скидка, так сказать. Хочу вас нанять. Нет свободных членов для экипажа. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Я, наверное, уволю пилота нашего, потому что он мне не нужен. Так называемый, он ален на кого-нибудь сейчас. Капитан мне нужен будет. Пилот вот... Командир-дестантник обязательно нужен. Пилота надо... Пилот! Смотри, 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 там в космос. Смотри, о-о-о-о, там летающая тарелка. Дааа, посмотри, он тебя там ждут. Давай. Туф! Под жопу его. Псих, улетел в космос. Кормить мух. Все, следующее. Да, я хочу. Там все нормально сейчас, это... Это была ошибка, у нас свободно было, на самом деле. Конечно, не подведешь. Если ты подведешь, то... Будешь там же, куда я сейчас только что отправился. Пилот наш. Он уже сумки упаковал, смотрите. Видите, нет сумки. Ты забыл сумку? Сумку забыл. Эй! Ладно. Покинем площадку. Надо пойти укомплектовать наш корабль и... Разбомбить уже. Всех. Всех разбомбить. Убить всех. Что за значок показывает нам? Что-то странно. А, да-да-да. Инженера же показывать надо. Привезти, говорит. Я вижу, что это... Это наш шанс! Смотрите, это грузовик! Ёкрный бабай! Ну-ка стоять бояться... А нам нужен... Нам нужен... Нет, это перевозчик энергии. Он нам... Да какого фига! Продадим мы его, будет там столько бабла! Вообще. Ну-ка, стой, блин! А ну, стоять! С какого района? Да, сейчас я тебе покажу, где этот ракет зимовый. Ну что ж, блок создания гипер... Чё-то много, чё-то слишком. Я забыл сохраниться, по-моему. Давайте сохранимся на всех встречах. Так, где там у тебя блок создания гипердвигателя стоит? У меня щиты, кстати, четвертого уровня, так что ты давай особо тут не выпендривайся, блин. Смотри, тут просто мясо сейчас тебе исколотим. Вот, всё, гипердвигатель уже сломан. Уничтожьте двигатель материи, антиматерии. Так, мне нужно переключить оружие на что-нибудь. Вот, инерционный мог, это нормальная вещь вообще. Сказали бы просто уничтожьте двигатель. Чё за ещё антиматерия, материя. У меня щиты, что ли, падают, я смотрю. Мы сейчас его захватим, а потом продадим. Это вообще вин будет сразу же. Победа полная. Надо было, конечно, нам сесть в Троян. В Ренегат, то есть сначала разбомбить его. Защищать абордажную капсулу. Спасибо, как я его защищу, если у меня тут... У меня проблема со щитами. Я не смогу защитить абордажную капсулу, к сожалению. И щиты упали. Я всё не так, короче, начал, походу, дело. Эти штуки словно из картона. Сделай что-нибудь, говорит. Ничего я не могу сделать, извините, ребята, бейзи. О, они все приземлились. Давайте вот эту вот штуку разбомбим. Ну-ка, оставь десантника моего в покое. Отлично. Смотрите-ка, что я сделал. Сейчас только что. Я разбомбил. Всё это дело. А по-моему, мы захватим его. Потом продадим. Купим ещё десантников. Да? Мне кажется, мы захватим. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Кто там стреляет в нас? Они злые? Чего такие злые, скажите мне? Нам надо снять щиты вот этому чуваку сначала. Я так думаю. Да есть же... Ох, кто-то там... Пффф... Да это было случайно, 100%. Я тебе обещаю. Я тебе обещаю или... Или как нам правильно будет, отвечаю. Фу! Где там? Моё уже нет. Проектор силового поля. Какой ещё проектор силового поля? О чём он говорит? Сейчас тут меня самого здесь уничтожат. О, да всё разобрал это, да? А, вон там проектор силового поля стоит. Ничего себе они меня послали здесь. Ёлка, палки. О, стой, 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 стой. Давай ты что-то, я промахиваюсь. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Гасим, гасим, гасим. Есть контакт. Стартовая площадка дронов. Да их уже... Да нет здесь никаких дронов-то. Где в этом увидели стартовую площадку дронов? Так, какая тихая музыка. Часто капец. Отлично, говорит. Они дрогнули. Войти в Дуа Троян. Нет, давайте без этого обойдёмся. Что только не сделаешь ради того, чтобы захватить Дуа Троян. Захватить корабль. Они что, в мой корабль стреляют? Надеюсь, они не шибут мой корабль сейчас тут. Взломать место. Такс. Ну, здесь вот место есть. Так. Под брюхом у него место. Да? Вот и 60 метров показать. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Спокойненько. Взломать. Ещё одно место у него тут ездит. Тоже тихонько сейчас подплывём. И взломаем. Вернёмся. А скунса уже нету. Одни обломки. Да отвали ты. Видишь, я на задании. Такс. Стоять. Взломать. Угу. Блок создания гиперпирожкового тоннеля. Вообще легко. Ох. Можно побыстрее приплыть к нему. Такс. Мы хакеры. Встать. Эй-эй-эй. Чё-то я не могу попасть. А чё я не могу попасть в него? Эй-эй-эй. Он же не выделяется. Я чё не туда нажимаю? Эй. Кнопка F не работает же. Как его взломать-то? Всё, не выделяется никак. Задание выполнено, отлично. Смотрим. Мы должны быть able to attack that with our drone. Мы должны попробовать стажировать диверсию. Тихо. Просто начнём shoot these. Где ты? Я не вижу тебя. Во. У меня есть капитан для него. Срочно сажаем в него капитана сейчас. Так. Иначе без капитана он не будет двигаться, как бы, туда-сюда. Елозить. Смотрите-ка. Даже видно, что он дымится весь. Смотрите. О, какой гад ему тут всё сломал. Офигеть. Что за такой изверг? Так. Во-первых, ты. Возвращайся на борт, давай. А то этот корабль мы скоро толкнём за бугор. Вместе с капитаном его толкнём сейчас. Экипаж. Пятёрка. Так. Вызвать удалённый. Окей. Капитан, капитан. Улыбнитесь. Вот Морель. Сахкара. Связь. Работать здесь. Короче, починит корабль. Подготовка к продаже. Мы должны с него срубить. Очень много денег. Очень. Миллионов 20, как минимум. Кредитов должно быть. Как минимум. А лучше 30-ку. Так. И будем искать потом верфь. 59 минут уже идёт. Сейчас мы... Ой. Excuse me. На этом мы сейчас сделаем небольшой перерывчик. Перезапуск стрима. Для тех, кто смотрит нас на ютубе, с ними я попрощаюсь. Спасибо, что смотрели. До новых встреч. А для тех, кто смотрит на СК2 ТВ. Ну, в общем, стрим, кто смотрит. Сейчас будет просто перезапуск. Старт, стоп. Это не больно.